Всем привет! Это новый выпуск автоисторий, а это значит я продолжаю удивлять вас чудесами автомобилестроения. На очереди движок 2JZ и его возможности. Поехали! Если нечем занять себя во время карантина, можете провести время с Apex. Увлекательные игры с моментальным выводом средств. На Apex есть аж 10 игр. Например, я выберу Crash. У меня на счету 1500. Закидываем сюда 500 и ставим автоостановку на 5. Нажимаю играть и ловлю момент, пока шкала не остановилась. Нажимаю забрать досрочно. Ура! Я выиграл! Теперь вывожу эту сумму на кошелек. Кстати, при регистрации по моей ссылке у каждого есть возможность получить до 5000 себе на счет. Ну вот мы и добрались до еще одной иконы двигателя строения, с которой выжимают баснословное количество лошадиных сил. Как вы думаете, на какой автомобиль впервые установили этот мотор? Та самая Supra в 80-м кузове? А вот и нет. Это бизнес-седан со спортивными задатками Toyota Arista. Произошло это во времена распада СССР, выхода на мировой рынок легендарного 140-го и хита Runaround Ван Халлена. Именно звучание этой песни и два JZ-GTE на высоких оборотах просто будоражит кровь. Трехлитровая рядная шестерка выпускалась наряду со своим собратом мотором 1JZ-GTE. А не была его последователем, как путают некоторые. Главные их отличия крылись в объеме и высоте блока цилиндров. Крутость старой школы турбомоторов заключалась, конечно же, в прочнейшем чугунном блоке, выдерживающем адские нагрузки. Наличие у GTE двух турбин CT20A, интеркулера и 24-клапанной головки позволило еще в те времена снимать с завода 280 сил. А экспортные версии мотора на супре в 80-м кузове, например, для американского рынка, с иными турбинами, валами и форсунками, выдавали уже 320 сил и больше момента. 280-сильный аппарат в стоке преодолевал четверть мили за 13,78 секунды. Но это было не что по сравнению с тем, во что можно было превратить этот мотор, настроив его должным образом. На затравку вам относительно легкая артиллерия, супра в легком тюнинге от фирмы Майнс. Собственно, в нем нет чего-то особенного. Товарищи из Майнс применили новую выхлопную систему и систему управления двигателем собственного производства. Буст стандартных турбин был увеличен, и отсюда инженеры получили дополнительные 120 лошадиных сил. Отдача теперь стала достигать 400 сил. Были доработки также в подвеске и в тормозах, а внешность преобразилась за счет 17-дюймовых дисков BBS. Заметно выросшая мощность повлияла на динамику. Квотер машина стала пролетать на 0,7 секунды быстрее стока за 13,09 секунды. А вот теперь встречаем уже тяжелую артиллерию. Супра в исполнении японской конторы Whaleside. В середине 90-х люди из этой компании делали из супры просто страшный сон суперкаров, доводя два JZ просто до совершенства. Рядная шестерка получила новые тюнинговые поршни, иные распредвалы, новые мозги и, конечно же, турбины. Две крупные улитки TD-0618G генерировали давление в 1,7 бар. Ну и как вы думаете, насколько после этого расцвел мотор? Ставьте паузу и пишите в комментариях ваше предположение, какую мощность стал развивать этот монстр. А развивать он стал ни много ни мало аж 682 лошадиные силы. Сумасшедшие показатели, учитывая то, что король суперкаров тех лет McLaren F1 имел только, в кавычках, конечно же, 627 сил. А мотор у него не какой-нибудь, а V12. Безумие, безумие и еще раз безумие. Подстать от дачи была и внешность. Агрессивный и в то же время чертовски привлекательный обвес WhaleSide Evolution превращал супру в настоящую икону стиля. Недаром за этим обвесом и сегодня охотятся многие фанаты. Не обошлось и без вмешательства в тормоза и подвеску. А колесные диски 18-го диаметра украшали прекрасную внешность. Ехало детище в WhaleSide тоже не по-детски. Зацеп на заднем приводе приходилось мастерски ловить. Но когда это кое-как получалось сделать, Supra умудрялась пролетать четверть мили за 12,3 секунды, а километр с места за 21,55. К примеру, такая колесница может объехать 560-сильную M5 F10 из 2012 года и Lamborghini Gallardo с 500-сильным мотором. В 90-е же ей точно не страшны были модели Diablo и почти все модели Ferrari. К сожалению, результат 100-200 я вам сказать у этого легендарного авто не могу. Но зато вот перед вами Supra в похожей конфигурации из 90-х. От неизвестной тюнинг-конторы мощностью 700 лошадиных сил. Посмотрим на результаты этого звереныша. Что мы имеем? Дикий букс на старте 4,9 секунды до сотни и очень быстрые для того времени 12,43 секунды на квотере. Правда, сегодня эти цифры особо не удивляют. Однако, только посмотрите на результат 100-200. Это аж 6,99. Вот от этой цифры уже действительно захватывает дух. Если еще и принять во внимание, что автомобиль этот времен хита Gone Away группы Offspring. Если верить этой таблице, то такая Supra делала 100-200 на уровне Mercedes SLR 722 с мотором на 650 сил, вышедшего в нулевых. И была ненамного медленней легендарной Ferrari Enzo, которая в 2002 году носила титул самой быстрой Ferrari. Современница Supra модель F50 делала 100-200 за 8 секунд. Вот вам и сила 2JZ GTE. Но как оказалось, даже такие безумные мощности это для 2JZ GTE просто семечки. Запас прочности его настолько велик, что еще во второй половине 90-х компания Whaleside сотворила еще одно чудо. Установила на этот мотор еще более крупные турбины, чем у версии на 682 силы. Иной интеркулер, впуск, форсунки, поработала над головкой блока, распредвалами и многим другим. Итог. Умопомрачительные 1300 сил 6-цилиндрового мотора. Итог. Заезд на четверть мили с результатом в 9 секунд с хвостиком. Ох уж эти 90-е. Другой монстр уже из нашего времени получил также новые тюнинговые, коленчатый вал, поршни, шатуны, распредвалы, доработанную головку, впускной коллектор и многое другое. Включая турбину, сами видите какого размера. Ну а дальше честь и хвала чугунным блокам, способным выдерживать отдачу в 2000 лошадиных сил. 2000 лошадиных сил на дрэговых покрышках научили телепортироваться супру в прямом смысле этого слова. Разгон до 97 км в час с места стал занимать 1,03 секунды. А разгон от 97 до 208 км в час, мне в это приходится верить, стал составлять по измерениям 1,63 секунды. 100-200 еще быстрее. Думается такой разгон эквивалентен ощущениям при запуске с катапульта. Понятно, что это уже дрэговый автомобиль. Но это не отменяет то, насколько круто научились сейчас тюнинговать этот мотор легенду. И от имени моего канала честь и хвала 2JZ-GTE. Ну а в комментариях пишите какого года выпуска ваш автомобиль. Если хотите продолжение тюнинга японских авто, жду от вас 12 тысяч лайков. Также не забывайте подписаться на мой инстаграм, где я принимаю предложения в комментариях для новых роликов и выкладываю снимки из жизни и фото своих авто.